Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт, тренер компании Гильтек по профессиональной косметике. В сегодняшнее видео я хотела бы посвятить уходу за кожей после химических пилингов. Химические пилинги, конечно, бывают разные и по составу ингредиентов отшелушивающих, и по агрессивности, но в целом есть общие моменты, которые желательно соблюдать. Если пилинг мягкий, то есть не агрессивный, не требует какого-то реабилитационного периода, когда человек шелушится и порой даже вынужден находиться дома, то чаще всего уход за кожей после такого пилинга не отличается от стандартного обычного ухода за кожей. Единственное, на что нужно обращать внимание, это на средства с влагоудерживающей функцией и средства, возможно, которые улучшают эпитализацию, заживляют. И даже если кожа не повреждена, она будет просто быстрее восстанавливаться, регенерировать. Зачем нужны влагоудерживающие компоненты? Ну, такие, как, например, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, хитозан, какие-то, возможно, масла. Потому что кожа после отшелушивающих процедур, коим принадлежат пилинги, она как начинает впитывать влагу лучше, например, из каких-то средств с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой, так и отдавать её будет быстрее. То есть окно проводимости кожи какое-то время находится, можно сказать, в более расширенном состоянии. Поэтому сделать пилинг и не пользоваться, например, какими-то сыворотками и кремами, наверное, будет опрометчивым и просто ухудшим результат после этого пилинга. Поэтому обычная какая-то увлажняющая сыворотка, возможно, с какими-то ингредиентами, регенерирующими, например, депантенолом или успокаивающими сок алоэвера, и какой-то крем с солнцезащитным фактором, соответствующим ультрафиолетовому индексу, этого будет достаточно. Если же пилинг был более агрессивный, после него наблюдается мелкое или крупнопластинчатое шелушение, какие-то явления, связанные с повышением чувствительности кожи, с раздражением, покраснением, то это означает, что пилинг требует реабилитации. И тогда период после пилинга делится на ранний и поздний. То есть ранний – это сразу после пилинга, первые 2-3 дня, и поздний период – это уже на 3-4 день, когда, например, повреждения на коже превращаются в корочки, отшелушиваются и постепенно кожа таким образом обновляется. Так вот, в раннем реабилитационном периоде желательно использовать гелевые средства, причём с активным заживлением, то есть со стимуляцией регенерации. Ну, например, наш всем известный гель интенсив регенерации с депантенолом, бета-глюканом, который будет способствовать быстрому восстановлению кожи. И при этом средства на жирной основе, на такой мазевой основе лучше в это время не использовать, потому что масла и жировая текстура, она мешает заживлению. Когда уже на 3-4 день начинает кожа шелушиться, образуются корочки, вот тогда нужно подключать в уход репаранты уже на жировой и масляной основе какие-то барьерные средства, возможно, силиконосодержащие средства, которые будут помогать комфортнее перенести вот этот период шелушения. Таким образом, мы используем уже на 3-4 день какой-то заживляющий гель или сыворотку, а поверх него уже используем барьерные средства, например, гель Церамит Скинсейвер наш, гельтековский, либо какие-то другие аналогичные варианты. Обязательно после пилингов и в раннем и позднем периоде нам желательно использовать, нежелательно, обязательно использовать средства с солнцезащитным фактором максимальной защиты, то есть 50+. Вне зависимости от индекса инсоляции, то есть ультрафиолетового индекса, который мы смотрим в прогнозе погоды, мы будем использовать после пилингов максимальный возможный СПФ для того, чтобы предотвратить возникновение нежелательной пигментации. Есть нюансы в зависимости от ингредиентов состава пилингов. Например, когда мы используем ретиноевые, так называемые желтые пилинги, то в последующем уходе могут встречаться средства, содержащие тоже активный ретинол. Они помогают эффекту пролонгироваться, возможно, немножко усиливают даже его после пилинга, и таким образом формируется определенная схема ухода, например, после ретиноевых пилингов, зависит от того, какой пилинг, какой производитель, что он как-то ему рекомендует. Если используются просто кислоты, например, АХ-кислоты, они бывают более маленькие молекулы проникают глубже, более низкий ПАЖ, опять-таки такой пилинг будет более повреждающим действием обладать, а могут быть, допустим, более крупные молекулы, такие как миндальные кислоты, и ПАЖ может быть не таким низким, в районе трех, например, и такой пилинг будет не слишком агрессивным. Поэтому, когда мы используем пилинги более агрессивные, мы используем то, что я рассказала вначале, а если пилинг менее агрессивный, то мы, наоборот, можем в последующем уходе использовать средства с небольшим процентом кислот, с мягкими кислотами, с дополнительным увлажнением плюс кислоты, например, сыворотка Альфа-Дерм наша с миндальной кислотой, с увлажняющим комплексом Акваксилом, с Дамая, и такие средства помогают, если можно так выразиться, догнаться, догнать эффект после пилинга, продолжить его пролонгировать, усилить немножко, но при этом это будет такое постепенное, регулярное, мягкое воздействие, и сильной агрессии это не вызовет на коже, повышенное чувствительство не должно вызывать тоже, и мы улучшаем результат после пилинга, то есть в межпроцедурном периоде используем эти средства и уже в посткурсовом периоде. Вот такие моменты я хотела озвучить, такие полезные, я считаю, можно сказать, лайфхаки и правила, которые мы должны использовать, брать на вооружение, когда делаем пилинги, сейчас как раз сезон, ну, естественно, самые такие известные меры предосторожности, которых все знают, конечно, не ходить там сразу после пилинга в бассейн, спортзал, не какие-то агрессию дополнительную не создавать на лице, после пилинга это понятно все банально, но вот такие нюансы тонкие, они иногда не учитываются, а им учитываются хорошо. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать всякие новые лайфхаки и хорошо забытое старое, которое может оказаться полезным, делитесь в комментариях своим опытом, какие вы, например, предпочитаете пилинги в осенне-зимний период, делаете ли вообще вы пилинги, или вы делаете лазерные шлифовки, возможно. Вот, то есть всем будет полезно узнать на эту тему ваш опыт, мы будем тоже очень признательны и благодарны за комментарии, тем более комментарии помогают развивать наш канал, поэтому я буду очень благодарна, если вы поставите лайк, и даже если вы поставите дизлайк, и если вы поделитесь своим опытом в комментариях. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!